Но не можем мы себе отказать в неудовольствии с утра понаблюдать за поведением человека неразумного. Не можем. И вместе с работниками Ленинского ГИБДД в нерабочий день и с утра пораньше покажем пешеходов нерадивых. Конечно, можно было бы обойтись цифрами сухой статистики или фото переломанных по своей воле пешеходов. Но посоветую всем, ради эксперимента, посетить забойный цех любого мясокомбината. Поверьте, желание есть колбасу и пельмени на ближайшие две недели отпадет точно. Так почему же мы с упорством маниакальным залазим под колеса машин давящих? И почему тащим за руку и детей, пока еще неразумных? Желание получить острые впечатления или желание увидеть светлый коридор в мир иной? Только острые впечатления, типа грабли по фейсу, умноженные в несколько раз, вспомните. А при путешествии вас однозначно осудят, как сверху, и притянут на судилище люди, для которых вы поломали жизнь. Потому как, испытав на собственном опыте и, слава богу, однократно процесс виртуозного объезда выбежавшего на дорогу пацаненка, испытать такие переживания не пожелаю никому. Есть и еще вещи, которые обсуждать не хочется, но нужно. И в моей жизни были потери родственников и гибель ребенка. И словами это не передать, и никому не посоветую, и ради бога пешеходы, и водители. Будьте аккуратнее и доведите до своих детей простые правила не создавать проблем на дороге. Статистика говорит о том, что состояние на дорогах на сегодняшний день действительно сложное, потому что нарушают правила дорожного движения как водители, так и пешеходы. Если, скажем, даже сопоставить по вине водителей, было совершено 92 дорожно-транспортных происшествия, а по вине пешеходов 62. А бытует мнение, что вроде бы водители у нас всегда виноваты в дорожно-транспортных происшествиях, но тем не менее увеличилось также количество ДТП именно пешеходами, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, что часто является причиной дорожно-транспортных происшествий с их участием. Если говорить о детском дорожно-транспортном травматизме, то на сегодняшний день травмировано 18 детей, причем половина из них травмирована именно по собственной неосторожности из-за несоблюдения элементарных правил дорожного движения. Эта цифра, конечно, ниже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, но тем не менее, и вы сами видели, рейд показал, что дети нарушают правила дорожного движения, и то, что мы их выявляем, это говорит не о том, чтобы нам сделать какой-то план, а чтобы обезопасить детей, чтобы убрать их с дороги, чтобы в конечном итоге они уже не попали в ДТП. Ну и последнее предупреждение осталось всего месяц, а может быть даже меньше, кто-то уйдет раньше. И все-таки папа и мама. И все-таки еще раз. Обратите внимание. Ну, в первую очередь, папам и мамам нужно не забывать напоминать каждый день детям о том, как правильно переходить проезжую часть дороги. Но все же самое главное – это родителям быть примером для своих детей. Потому что очень часто мама и папа тащат ребенка за руку, который, в принципе, упирается и знает, что так делать нельзя, допустим, переходить на красный сигнал светофора. Но тем не менее, родители сознательно это делают. И тем самым у ребенка вырабатывается такая вредная привычка. То есть, последствия он уже сам начинает нарушать правила дорожного движения.